Поехали камера мотор. Друзья, всем огромный привет, всем здравствуйте, меня зовут Таня и рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. У нас сегодня будет классное парфюмерное видео, которое я увидела 10 минут назад. Я его посмотрела, я вообще просто воодушевилась, глаза горят, и я очень хочу снять свою версию этого тега парфюмерного, который называется Ты был моим первым. Это видео я увидела у прекрасного блогера Натали Парфюмиста. Прекрасная женщина, такая, знаете, расслабленная, томная, интригующая. Я вот люблю таких, поэтому, конечно же, с ее вот такой вот подачи хочу снять свою версию этого тега. Если вы тоже парфюмерный блогер, обозреватель, любитель, пожалуйста, подхватывайте эту палочку и снимайте тоже. Основная цель этого видео показать вам ароматы, благодаря которым вы познакомились и полюбили какую-то ноту, которую, может быть, раньше не любили, либо о которой раньше не знали. Вот показать на меня в этом видео будет либо я раньше не любила, либо я раньше не знала. Давайте пару слов о моем сегодняшнем лучке. Я сегодня в каком-то психоделическом розово-зеленом платье, таком вот сатиново-шелковом. Оно простое, мешкообразное вот такое квадратное, но и за счет своего такого вот веселенького принта не выглядит, да, каким-то таким простым. На ногтях маникюр у меня сегодня вот такой вот хозяйка, как это там, горы, горы медной. Это лак Шанель, который называется Эмеральд, цвет 536. Это подарок от моей зрительницы. Я вообще в таком была шоке. Я очень захотела какой-то зеленый, осенний такой, знаете, тематический лачок. Я выложила сториз в инстаграме, сказала, что, блин, ни в одном магазине нету приличного. И мне пишет моя зрительница, подписчица, говорит, Тань, хочу подарить тебе бири. И я такая, ааа, конечно, там афинка, круто. Спасибо вам огромное, мои дорогие зрители, за то, что смотрите, за то, что поддерживаете, за то, что шлете мне ваши лучки любви и добра. Я вас обожаю. Итак, давайте, погнали. Ваниль. Я очень часто встречаю ноту ванили, как, знаете, какое-то дополнение к основному звучанию аромата, как добавление к основному блюду. И, конечно же, мне это добавление всегда нравится. То есть, когда в аромате, в пирамиде есть нота ванили, ароматы всегда становятся такими мягкими, такими уютными, такими вкусненькими. Но чтобы вот я бы нашла и полюбила какой-то аромат с монованилью, вот такой вот тематикой ванили, на это, конечно, потребовалось время. Популярный аромат про ваниль это орхидей ваниль от Van Cleef & Arpels. Я вставлю вам фотографию. Такой, знаете, эталонный аромат ванили мне не подошел, потому что, да, он, конечно же, сугубо ванильный, такой прям хорошенький. Но на мне раскрывается в миндаль, который я не особо люблю. В общем, нота ванили, которой была посвящена полная композиция аромата, это аромат манталь, который называется Vanilla Cake. Именно здесь я полюбила ваниль, потому что она тут кондитерская. Если вы не знаете, то я кондитер. У меня была своя кондитерская до родов, до появления ребеночка в моей жизни. И, конечно же, все кондитерское дело, кондитерское искусство, это все, что я люблю и то, чем я хотела бы заниматься. Поэтому, конечно же, когда я нахожу чистую кондитерскую, такую вот стручковую, прекрасную, ароматнейшую ваниль, не влюбиться в нее. Не влюбиться было просто невозможно. Следующая нота тубероза. С туберозой меня познакомил аромат Mugler Fusion, красный такой вот флакончик. У меня сейчас его нет, потому что он гостит у мамы, мы часто с ней меняемся. И, знаете, это даже более прикольно потом возвращать аромат в свою коллекцию после долгих скучашек. Mugler Fusion это аромат про имбирь, про апельсины и про виноградную туберозу. Именно вот этот виноградный нюанс, помню, когда я только познакомилась с ароматом, когда он только вышел, меня просто сбил с ног. Вот этой вот яркостью, сладостью винограда. Я подумала, боже, я хочу так вкусно пахнуть виноградом. Ты на этот виноград вот так вот несешься, как мышка на сыр. Когда я открыла пирамиду, помню, такая смотрю, ну окей, апельсин, там корица, винограда нету. Просто какая-то тубероза в пирамиде. Я такая, ну ок, тубероза. Когда уже впоследствии выходили какие-то другие ароматы с нотой туберозы, я с ними знакомилась, вдыхала их и находила в них этот виноградный нюанс. Как, например, в Линтердиджи Ванши. Понимала тогда, что теперь-то я секу. Следующая нота черный перец. Ох, как я люблю ноту черного перца, боже мой. Если в аромате есть большая доля черного перца, если он там очень сильно ощутим, то это уже 50% успеха того, что мне аромат понравится. Я очень действительно люблю ноту, вот этот нюанс черного перца. Мне очень нравится аромат ягод и черного перца в гучи, вот таком черненьком флакончике. Гучи Гилти Блэк. Но первоначальным, родоначальником моего знакомства и любви с черным перцем стал Лакост Эссеншл. Это аромат 2005-го далекого, 2005-го года. Это аромат про цитрусы, свежесть черной смородины и много-много-много перца. Он безумно бодрящий, он прекрасный, такой освежающий, с ним очень круто начинать свой новый день. Утром принял душ, напшикал с этим ароматом и просто вот возникает настроение вершить дела. Он, кстати, мужской, я сказала или нет, он мужской, но вы знаете, меня это абсолютно не останавливает брать его, тырить его у мужа с полочки и там втихаря припшикиваться им. Следующая нота цветочная, всякие там пионы, лимонопионы, розочки, вот это вот все. Опять же, очень сложная ситуация с цветами у меня, потому что я не очень люблю, как пахнут цветы. Например, когда дарят цветы на какие-то праздники, то я всегда думаю, как бы мне их так поставить, чтобы я могла их видеть, чтобы я могла ими наслаждаться, но чтобы я их не чувствовала, чтобы не было вот этого запаха. Соответственно, понимаете, да, какая проблема найти аромат, который бы мне нравился, который был бы цветочным, который бы мне искренне нравился. Мой выбор должен, наверное, по идее быть очень странным, каким-то необычным, но вы знаете, он очень очевидный и простой. Это Miss Dior Blooming Bouquet. Это пион, это роза, это мандарин и это мускус, это холодные, прохладные такие цветочки, нежные розочки, нежные такие пиончики, еще вот ранние, утренние, не распустившиеся. Это не болгарские красные розы, это вот такие, вот знаете, пионовидные розочки в саду, которые покрыты росой. Нежные, воздушные, изящные такие розочки, такие пионы, которые любят невесты, вставлять свои в свадебные букеты. Ледяные пионы, мандарины, свежесть мандаринов, да, вот этот вот сок прохладный, немножко такая водянистость, и вот, опять же, цветы в России, это прохладные, это даже не просто холодные цветы в России, прекрасно, с удовольствием ношу как летом, так и весной. Не отходя от темы цветов, хочу выделить один цветочек, фиолетовый, нежнейший, такой бархатистый, это фиалка, и выделить вместе с ним аромат Байреда Майявы Гоуст. У меня это версия спре для волос, ну, соответственно, вы понимаете, да, что аромат идентичен оригинальному парфюму. Для меня, опять же, это холодная, ледяная, свежесладенькая бархатная фиалка. Здесь заявлен мускус, это фиалка, кедр и мускус, да, но я бы никогда в жизни не сказала, что он тут есть, этот мускус несчастный, потому что я его, честно говоря, не чувствую, но когда ты открываешь пирамиду, ты его видишь, и да, может быть, он где-то здесь есть, но он настолько чистый, он не кислит, он не грязный, он чистейший, как все говорят блогеры, выхолощенный, да, такой хрустящий, чистый мускус, как вот свежевыстиранные, чистые покрывала, просто не полотенца. Миндаль. Я говорила вам, да, что это вообще особый случай. Про миндаль я узнала уже впоследствии своей парфюмерной любви, своих парфюмерных изысканий. И вы знаете, часто блогеры парфюмерные рассказывают про миндальный аромат, и делают подборки, и среди всех прочих очень часто мелькают два аромата миндальных, у меня они в атлевантах, это Киллиан Роллинг Ин Лав и Аквадепарма Мандерла Ди Сицилия. Почему же вот эти две миниатюрки? Как вам показать? Эти два малыша не выросли у меня в полноразмерные флаконы, потому что оба эти аромата про сладкий миндаль. Если Киллиан Роллинг Ин Лав это кокосовое миндальное молочко, и Мандерла Ди Сицилия это такой крем, взбитый воздушный сливочно-миндальный крем. Оба сладких миндаля, я поняла, что сладкие миндали я не люблю. Аромат, благодаря которому я полюбила ноту миндаля, но немного другую, такую грустную, угрюмую, осеннюю, дымную ноту миндаля, это, конечно, был Джо Малон Скарлетт Поппи. Это дымный миндаль, терпкая вишневая косточка, свежинка вот такой вот терпкой вишневой косточки, и миндаль, 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 дымный, грузный такой, серьезный, прекрасный осенний аромат, прекрасный, может быть, даже зимний аромат, он такой уютный, он обволакивающий, он такой вот прям защищающий тебя, как свитер, как одеялко, классный. Следующая нота это сандал, очень интересная нота, правда, и очень такая сложная для меня. Сандал это разновидность тропического дерева, у которого проявляется такой сладко-соленый часто аромат. И этот сладко-соленый аромат дает парфюмам, как некоторые пишут, рассольности, да, соленых огурцов, вот этих вот маринадов соленых для овощей. Когда я пробовала аромат от Лилаба, который называется Сантал 33, по-моему, очень знаменитый аромат про сандал, я действительно чувствовала соль. Также у меня есть аромат от Джо Маллоун, который называется Wood Sage & Sea Salt, это действительно аромат, который пахнет соленой древесиной. В общем, аромат, благодаря которому я нашла сандал, который мне нравится, это Шанель Алюр в парфюмерной воде. В пирамиде этого аромата есть персики, которых я не чувствую. Есть огромное количество других ароматов, вообще ноту персика очень люблю, но сегодня не будем о них говорить. Есть огромное количество ароматов, где действительно есть нота персика здесь, а вот она только в пирамиде написана, и вот там она и останется. На самом деле я не чувствую здесь никаких персиков, для меня это сугубо древесина сладко-соленая. Один из самых моих элегантных ароматов, безумно круто его носить с белой рубашкой. Так, мы с вами наснимали кучу времени, давайте последний и все. Мускус. О, это самая сложная нота для меня в носке. Огромного количества ароматов я избавилась, потому что меня бесил в них мускус. Например, первое, что приходит в голову, это русарди, деликейт роуз. Мускус это аромат про такую нежнейшую, такую легчайшую, молодую, тоненькую розочку, которая впоследствии, которая вот, знаете, как шелк струится по телу, но которая впоследствии раскрывается кислым, тяжелым мускусом, который меня реально бесил, душил, кислил, вообще все, что самое ужасное может быть. Аромат, в котором мускус впервые в жизни пришелся мне по вкусу, это Шанель, Шанс О Тендер. Это айва, это яблоки, это гиацинт, это мускус, конечно же. Я вообще не понимаю, почему этот аромат очень многие люди позиционируют, как, знаете, такой невинный, юношеский, где-то даже детский, в общем, девичий аромат. По мне так это вообще ни разу не так. По мне так это аромат девушки и женщины, которая прекрасно осознает свои чувства, свою чувственность, свои желания, свою сексуальность, потому что мускуса здесь 5 литров, это очень действительно чувственный аромат. Это сочные свежие яблочки, которые, знаете, вот прям брызжут соком, когда их режешь, и купаются эти яблочки в мускусе, купаются и прекрасно себя там чувствуют. Это самый красивый, удобоваримый для меня мускус, и благодаря этому аромату чудесному я его полюбила в кои-то веки. Ношу его, конечно же, летом, весной, вообще на самом деле всесезонный аромат, но рука у меня в основном к нему тянется именно такие в теплые, переходные и летние, конечно же, периоды. Все, друзья мои, давайте на сегодня закончим. Если вы хотите продолжение этой рубрики, обязательно напишите мне, потому что, как вы поняли, сегодня я обозрела такие легкие воздушные ноты, цветы, там ягоды, фруктики и все такое, но я не затрагивала тяжелые ноты, да, там кожи, алкогольные ноты, какие-то амбровые и так далее. Если вы хотите продолжение этого, обязательно мне напишите. Снимайте такого рода видео, если вы еще не сняли реально классная, интересная тема, меня прям завела, честно говоря. Ну и я на этом потихонечку с вами начинаю прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии этому видео, мне будет очень приятно ваша обратная связь. Я на этом с вами прощаюсь, до скорых встреч, дорогие мои, и пока-пока.